Привет всем! Сегодня у меня пересадка мельтонии. Мельтонии отличаются очень сильно от мельтониопсисов. Во-первых, мельтонии теплолюбивые растения. Они растут ниже по отношению к уровню моря, чем мельтониопсисы. Мельтониопсисы это растения прохладного содержания. Мельтонии теплолюбивые и мельтонием нужно больше света. Вот эта мельтония, это природная мельтония спектабелис и варайте морелина, если я правильно произношу ее имя. Вот эта мельтония, вот такая вот раскидистая, она еще считается, что она еще ведет себя прилично и что у нее еще короткая резома. На самом деле она настолько раскидистая. Я уже отрезала у нее один рост, потому что он просто вывалился из горшка и рос на весу. А такому растению нужна повышенная влажность, чтобы оно хорошо развело корни. Поэтому я не могла рост оставить на весу. Я его отстригла и повесила отдельно. Вот сегодня я буду все вместе сажать. Если бы не было карантина, я бы постаралась кому-то пристроить вот этот вот маленький рост. Но поскольку карантин, то значит мне придется ухаживать за этим ростом дальше. Неизвестно, когда карантин кончится. Ну так вот, я, пожалуй, закончу мое рассуждение по поводу разницы между мельтонием и мельтониопсисом. Мельтониопсис это явно горшичная культура. Его сажают в горшок, влагоемкий субстрат. Ему нужно мало света и прохладное содержание. Резома у него короткая шаг, резома короткий. Бульбочки кругленькие, растут плотно друг к другу. Плоские, кругленькие. А вот это вот растение, природная мельтония, она очень раскидистая. В природе они растут на деревьях и растут, между прочим, мельтониопсисы и мельтонии в разных местах. Мельтонии растут в Бразилии. Они карабкаются по стволам деревьев. У них очень короткие корни. Вот здесь видно, какие у них короткие корни. И если не дать влажности им достаточной, то питание рост не получит. И они будут закуклены. Вот здесь вот уже корни закуклены, потому что им сухо. Я уж тут пристраивала сеточку с амхом, но все равно корни сохнут. Какой же выход? Вообще в идеале такие растения не заводить, если вы собираетесь содержать их дома. И я, в общем-то, когда покупала, этот ресерч полностью сделала и знала, что мельтонию природную покупать не нужно. Они раскидистые. Да и цветение у них всего один бутон, один цветок с каждой бульбы. Ну, правда, ароматный. Он ароматный, огромный, красивый, сиреневый цветок, такой насыщенно-лавандового цвета. Ну, сиреневый, я бы даже сказала. Очень ароматный. Цвела она у меня в прошлом году. Летом цвела, где-то в июле, до того, как у меня еще был создан канал. Бутоны этого растения я показывала на канале Анг Кавачик. Когда я показывала свои мельтониопсисы, то показывала и бутоны вот этой мельтонии. А вот фотографию цветов я так и не сделала. Два цветка благополучно распустились. Они были немножко у меня подальше от солнца. А один цветок попал как раз на солнце, поскольку растение держало, в общем-то, на светлом месте. И он не распустился. Я думаю, что ему было многовато света. Так что имейте в виду, когда у вас мельтония сформировала, уже налила бутоны, лучше всего ее отодвигать чуть-чуть от света, чтобы она спокойно распустила. Бутоны у нее желтенькие, сморщенные. И совсем даже и не кажется, что они распустятся. Но в итоге они спускаются, распрямляются, превращаются в прекрасный цветок. Кстати, цвет бульб вот такой вот несколько желтоватый, это то, что и должно быть у природной мельтонии. У нее бульбы желтоватые. Это настоящий ее цвет. Это не пожелтение, не какое-то недоразумение. Это именно вот такая она и должна быть. Природная мельтония. Она отличается по цвету от мельтониопсиса. Мельтониопсис, он такой белесо-зеленый, я бы даже сказала, серовато-зеленый. А мельтония, она желтовато-зеленая. Это нормальный цвет. Он как раз и описан на сайте Американской ассоциации любителей орхидей. Какая моя задача сегодня? Пересажена она была в прошлом году, но она уже вылезла из горшка и растит корни в воздухе. У меня нет достаточной влаги, чтобы эти корни нормально развелись, и чтобы рост хорошо развился и зацвел. Моя задача пересадить это растение в другой горшок. Что я буду делать? Я достану, естественно, из горшка. И я взяла более широкий горшок, вот такой горшок. Но я его полностью субстратом заполнять не буду. Я заполню его субстратом только на одну треть. Вот так. И я посажу низко растение в горшке, чтобы создать ему влагу в этом горшке. Это такая же техника используется для посадки бульбофиломов. То есть я наполню горшок где-то на одну треть субстрата и туда всуну эту мельтонию. Даже если она будет карабкаться по стенкам горшка, там будет достаточно в горшке влаги, чтобы корни спускались вниз и уходили в субстрат. Вот такая вот идея. Посажу я обе деленки вместе. Раз уж я не могу избавиться от этой маленькой деленки, то я тогда уж посажу ее к материнскому растению, от которого я ее отщипнула. Что я сейчас буду делать? Сейчас я спрысну вот этот маховой ком водой, намочу, аккуратно обберу. Корни у нее короткие. У природных мельтоний корни короткие, так же как у бульбофиломов. Им не нужен толстый слой субстрата. Им нужен такой небольшой слой субстрата. Главное, чтобы там было достаточно влажно. Ну, точно такая же техника посадки, как у бульбофиломов. Они в природе и растут, так как бульбофиломы. Кстати, еще одно отличие у мельтонии от мельтониопсисов. У мельтонии два листа на верхушке каждой бульбы, а у мельтониопсиса только один. У мельтонии бульбы сплющенные, желтоватые, вот такие продолговатые. А у мельтониопсиса кругленькие бульбы, серовато-зеленые. Ну, в общем, разницы у них достаточно много. И их отличить, если вот их держать в коллекции те и другие, отличить очень просто. И еще раз, мельтонием нужно больше света и больше тепла. Конечно, хорошая вентиляция воздуха, как всегда, как для любого растения. Даже для природного гибридного, то есть для гибридного фаленопсиса нужна хорошая вентиляция воздуха. Застойный воздух им, орхидеям не на пользу. И мельтониопсис я сажаю в горшки, а вот с этой красавицей в горшке трудно справиться. Но я постараюсь. Я, конечно, уже думала о посадке на блок. Вот буквально вчера я об этом думала. И блоки я нашла, и корзинки я нашла. Я много что нашла, но я пришла к выводу, что в домашние условия они диктуют свои правила посадки. Мне нужно, чтобы с нее не текло. Мне нужно, чтобы она не быстро просыхала, поскольку я человек занятой. Поэтому мне нужно так ее посадить, чтобы хотя бы поливать ее раз в неделю. Ну, два раза в неделю, но не больше. Какой субстрат я для нее приготовила? Если вы ее сажаете на год, как обычно рекомендуется с мельтониями, поскольку они быстро выпрыгивают из горшков, то им можно хорошо использовать сфагнум. Но я ее хочу, мечтаю, хочу, не знаю еще, согласится она со мной или нет. Я хочу засунуть ее в горшок хотя бы на два года. Уж через два года я ее пересажу. Поэтому я беру кору, как для рептилий. Я беру уголь. Уголь, он, в общем-то, для структурирования субстрата. Я беру агропиллит крупный. Вот такой вот дышащий субстрат. Влажная компонента это только кора. Кора, заметьте, не археата. Археата будет слишком суха. Очень любит она сфагнум. Очень. Но сфагнум два года не прослужит. Сфагнум через год уже будет испорчен. Он уже будет закислен. Поскольку это растение постоянно должно быть влажным. И поэтому сфагнум просто не выдержит так долго, как я, в общем-то, планирую. Насколько я планирую ее посадить. Поэтому я сфагнум использовать не буду. Я буду использовать вот такие три компоненты. Сейчас я освобожу ее от субстрата и вернусь к вам. Итак, операция по пересадке мельтонии спектабелис торжественно провалилась. Мне пришлось сделать то, что делают и все, кто ее пересаживает. Потому что договориться с этой дамой абсолютно не представляется возможным. Пришлось поделить ее на три части. Одна часть у меня уже давно была отсажена. Она уже укорененная давно. И три части получились из того огромного растения. Вот две части я посажу в этот горшок. Здесь много корней. Это две части. И две части я посажу в такие мягкие пластиковые стаканчики, чтобы это кому-то наградить. Кто-то поведется на ее красивые цветочки и возьмет вот эту деленку. У меня две очень хороших деленки, достаточно больших получились еще, вдобавок к тем двум большим деленкам. Вот в этой деленке три бульбы и один новый рост. И в этой деленке две больших бульбы и два новых хороших роста, которые уже сейчас будут укореняться. То есть это две хороших деленки. Как только у нас будет возможность встретиться в клубе, я найду этим деленкам хозяев. А вот эти две деленки я посажу вместе. Так же, как я и задумывала. Посадить все растение не представлялось никакой возможности. Это такая рогатка, торчащая в разные стороны, с жесткой резомой. Ну то есть вообще невозможно никак было ее ни согнуть, ни подогнуть, ничего. Вот так я посажу. Так же, как и задумывала, посажу низко, чтобы растение было в самом горшке. Чтобы там была пустота для сохранения влаги и для укоренения других молодых ростов. Потому что если в сухом воздухе корни развиваются у молодого роста, они просто засыхают. А если они будут в таком горшке и там будет влажность, то они все-таки дойдут до субстрата и уйдут в него. Эти все знания я почерпнула на массе формов, которые я перечитала по поводу вот как раз пересадки спектабеля. Все сталкиваются с этой проблемой, что эту даму легче делить, чем полностью пересадить. И были корректировки внесены в субстрат. В субстрат я добавила немного, совсем немного сфагнума. Потому что я заметила, что большое растение, где в субстрат был добавлен сфагнум, развивало лучше корней, чем то растение, которое было отсажено отдельно и было посажено в коре, кора, уголь и перлит. И там практически не было сфагнума. Все-таки я решила добавить здесь немного сфагнума. Сфагнума где-то процентов 10, не больше. Основной все-таки субстрат тот, который я говорила. Кора из магазина для рептилий, уголь и агроперлит. И вот я еще добавила кусочки сфагнума, который я тоже буду запаковывать в горшки. И вот такой будет субстрат. Вот по ходу возникли вот такие корректировки. Уж рассказываю так, как есть. Итак, пересадка мельтонии спектабелис закончилась. Получилось 2 деленки с очень воздушным субстратом. Субстрат это то, что ей надо. С волокнами сфагнума. И сверху я положила сфагнум. И оставила промежуток до субстрата. Вот такой вот зазор, чтобы здесь образовывалась влажность вокруг резомы. И также посажены мои 2 деленки. Я планировала посадить где-то на 1 треть от горшка, но не получилось. Получилось почти на половину горшка. Но все равно достаточно много места здесь, чтобы сохранялась влага вокруг резомы. И тоже сверху я положила мох. И что еще хотелось бы отметить, что сегодня я поливать их не буду. Я полью их завтра утром и повешу уже на их места. Сейчас я просто их оставлю на подносе. Сейчас уже вечер. Я практически весь день с перерывами занималась пересадкой этой орхидеи. Потому что мне все время нужно было подумать. А как? А что? А как лучше? То есть это, конечно, загадка для меня. Как я уже сказала, когда показывала свои мельтонеопсисы. Для меня это просто загадка. Я так понимаю, как вот все ее выращивают, согласно тому, что обсуждаются на форумах англоговорящих, что ее один год делят, дают ей расти. На следующий год она цветет, потом ее опять делят. И то есть получается, что не каждый год от нее цветение получают. Просто потому, что никто не может ей позволить расти так, как она растет. Она постоянно вышагивает из горшка. Вот поэтому я ее сейчас так посадила, чтобы ей хотя бы на два года хватило посадки. И чтобы я хотя бы на следующий год увидела цветы. В прошлом году были цветы. В этом году уже понятно, после такой дележки не будет цветов. Значит, я надеюсь на цветы в следующем году. А потом, наверное, скорее всего, ее опять придется делить. Вот такое растение. Нужна вам мельтония спектабелис? Обращайтесь! Но я, в общем, шучу. Не думаю, что она кому-то нужна после такой пересадки. Думаю, что возможно ее успешно выращивать, только если есть возможность выращивать ее на блоке и дать ей расти, как она растет. Маленькие деленочки будут подвешены вот в таких крошечных кашпо. Я специально купила. У них там дырочки, там будет дышать все. И большой горшок тоже будет подвешен вот в такой горшок. Вот в такой кашпо тоже будет. Все это пойдет на восточное окно. Будет ему доставаться этому растению утреннее солнышко. Это то, что как раз любит это растение. Еще раз мне напоминалка, что надо думать хорошо, прежде чем покупаешь растение. Кстати, таким же непокорным нравом обладает котлея «Аристократ», которую я недавно купила. Вот я уже предвижу, как я с ней буду мучиться. Надеюсь, что хоть не так она будет разрастаться. Хотя вот я знаю, что у нее такая же резома, такая же она нагастая, такая же вот она такие вот шпагаты устраивает в горшках. Ну что ж, здоровья вам и вашим растениям!